Другим темам. Госдума может ввести налоговые послабления для предприятий, чьи сотрудники сдают кровь. Специалисты отмечают, что запас донорской крови необходимо иметь практически при любом хирургическом вмешательстве. А для людей с онкогематологическими заболеваниями этот материал жизненно необходим. Сейчас в Сибири дефицита нет. В центрах крови выстраиваются очереди из доноров. О том, почему люди сдают кровь и какие существуют нюансы и противопоказания, Ольга Маховская. Александр Николаевич дает кровь 6-7 раз в год. Вот уже 30 лет. Когда был студентом, весьма кстати оказывалась денежная компенсация. Сейчас законные дни отгула. Самое приятное, что дают справку на два дня, то можешь их в любое время отгулять. У дверей Омского центра крови очередь выстраивается с самого утра. Люди приезжают в 5 утра, в 6 утра, досыпают в машинах. То есть кто-то стоит в очереди, делает зарядку и прочее. И вот как только открываются двери центра крови, некоторые желающие бегут уже даже без одежды, чтобы лишнее время не тратить в гардероб, уже с бахилами и бегом-бегом, чтобы взять талончик. Екатерина мечтает стать почетным донором. Это звание гарантирует ежегодные выплаты. Сейчас это 6 тысяч рублей. В день очередной лечения, льготные путевки в санаторий и выбор времени отпуска. Вне зависимости от возможности работодателя соглашаться с такими привилегиями и оплачивать незапланированные отгулы своих сотрудников, руководителей предприятий зачастую не рады. Поэтому в Госдуме предлагают ввести налоговые послабления для организации, где работают доноры. Тогда желающих сдать кровь станет еще больше. Люди очень активно участвуют в донорском движении. Это доноры в основном молодежь. Как вы видите, они каждый раз заявляют о себе. Просто так с улицы к нам практически не приходят. Они узнают или в соцсетях о потребности группы крови, или в институтах, в колледжах, там, где они учатся. Сейчас очень, наверное, модно стало корпоративное донорство. Стремление помочь людям нужно подкреплять материально, считают и медики, и законодатели. Денежные компенсации, пришедшие на смену сухому пайку, раньше тоже воспринимали неоднозначно. А сейчас о выдаче консервов донорам вспоминают с иронией. Сух, а его отменили? Нет, он не отменен, но он очень неудобен никому, начиная от доноров и заканчивая нам. И в соответствии с постановлением губернатора, ежеквартально меняется стоимость, и мы выдаем эту сумму всем донорам, как компенсация на питание в день дачи крови и на плазму. Какая это сумма? Сегодня 535 рублей. Донорские кресла в Новосибирском центре крови не пустуют даже в будние дни, поэтому нуждающиеся полностью обеспечены всеми компонентами крови, уверяют медики. Сложности могут возникнуть лишь в случаях, когда необходима кровь редких групп. Ольга Маховская, Максим Федосей, Светлана Сингатулина, Екатерина Хлемязева. Новости здесь, Новосибирск. 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 Новосибирск.